Россия не будет продлевать соглашение о транзите газа через Украину после 2024 года. В этом убежден глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко. Российский газ, по словам Витренко, якобы может быть использован в качестве геополитического оружия против Киева. В связи с этим Украина должна стать членом НАТО, чтобы обеспечить свою энергобезопасность, заявил глава «Нафтогаза». Пятилетний контракт на транзит энергоносителя был подписан между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2019 года. В прошлом году через украинскую территорию в Евросоюз было транспортировано 55,8 миллиарда кубометров газа из России. Речь идет о рекордно низком показателе за последние 7 лет. Польская правящая элита демонстрирует истерику после обнародования соглашения между США и Германией о прекращении спора по поводу газопровода «Северный поток-2». Администрация президента США Джо Байдена и Министерство иностранных дел Германии объявили накануне вечером о соглашении о прекращении спора по поводу российского газопровода «Северный поток-2». В соответствии с соглашением США приостанавливают действия санкций в отношении газопровода, а Германия обещает инвестировать в украинские энергопроекты, а также вводить санкции в случае враждебных действий России. Официальная Варшава, которая на протяжении нескольких лет ввела агрессивную антироссийскую политику касаемо «Северного потока-2», оказалась у разбитого корыта. В итоге польские СМИ наполнились гневными заявлениями местных политиков, констатирующих предательство штатов по отношению к своему вассалу. Так, депутат Европарламента, экс-глава Митвитольд Ващаковский, заявил в эфире «Полская радио-24». Россия будет использовать «Северный поток-2» не только для энергетического шантажа, но и для увеличения своего военного присутствия в Балтийском море под предлогом защиты объектов. Поэтому, предлагает польский политик, Польша должна получить компенсацию в области безопасности. Ващаковский напомнил, что трехдневный визит в Польшу начал советник госсекретаря США Дерек Шоле, который считает, что Россию следует вовлечь в сотрудничество. Он, Шоле, должен услышать нашу негативную оценку такой политики в Варшаве. Иллюзия полагать, что России удастся навязать демократические стандарты. Шоле должен также услышать, что «Северный поток – это инструмент геополитического шантажа против нашей части Европы», сказал экс-глава МИД Польши. В свою очередь, официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что мы удивлены решением США, позволившим продолжить строительство газопровода «Северный поток-2». Это решение не подходит для Центральной и Восточной Европы. К сожалению, и Ангела Меркель, и Владимир Путин имеют на совести вопросы потенциальной дестабилизации ситуации в Центральной и Восточной Европе. Польша на это не согласна. К сожалению, в ЕС не было адекватной реакции на уровне всего сообщества. «Северный поток-2 – это геополитический проект, дестабилизирующий политическую ситуацию в Центральной и Восточной Европе», заявил Мюллер. В надежде выпросить у Запада новые кредиты и вооружения, президент Украины Владимир Зеленский начал неумело шантажировать западных партнеров. Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Мне кажется, что Зеленский идет в Абанк. Он пытается шантажировать Европу и Америку, критикуя и Меркель, и Байдена, за тот же «Северный поток». Демонстрирует готовность сотрудничать и с Турцией, Китаем, Британией. Пошел в определенный ва-банк. Пускай их смелости вдохновляет, но эта политика не системна, хаотична, инстинктивна. Какого-то большого, глубокого замысла за ней не стоит. И в конечном итоге она может привести к достаточно серьезным проблемам внутренней стабильности для самого Зеленского, сказал он. Эксперт подчеркнул, что таким образом Владимир Зеленский клянчит у Запада новые кредиты и прочие уступки. Однако партнеров такое поведение Украины только злит. Все же мы не можем говорить, что Украина и Китай начали какое-то новое стратегическое сотрудничество. Или Украина и Турция. Но в то же время огромное количество хаотических действий в этом направлении, где-то о чем-то мы договариваемся, уже вызываем раздражение у тех же Байдена и Меркель. Чего только стоит последняя встреча с Меркель, которая была очень холодна и вообще ни к чему не привела. Это следствие попытки давить, шантажировать Европу, которая к этому не привыкла со стороны Украины. Они очень тяжело и негативно это воспринимают. Но Зеленский решил сделать все внешнеполитические ставки именно на это, надеясь, что таким образом он сможет выбить из западных партнеров больше политических, финансовых и военных уступок, резюмировал Бортник. В последние недели активно обсуждалась тема реализации проекта «Северный поток-2». На эту тему между собой разговаривали российский, американский, немецкий и украинский лидеры. Некоторые встретились лично, а часть следила со стороны. Но в этой партии победа оказалась на стороне Кремля. Об этом свидетельствуют даже не слова Меркель и Байдена. Отказ американца вводить новые санкции или позиция немки, что российский газ в любом случае пойдет по СП-2 в ФРГ. Сам Киев осознал, что оказался в этой ситуации неудел. Что же придумали на этот раз на Банковой, чтобы отвести от себя все подозрения и вновь взвалить всю вину на Россию? Там прибегли к давно проверенному методу провокациям. И вот не прошло и недели после того, как Меркель поставила точку в вопросе реализации СП-2, в Буденновском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Кто-то, наверное, скажет, что это стечение обстоятельств. Мол, ГТС Украины трещит по швам, и такого инцидента вполне следовало ожидать. И с этой позиции можно было бы вполне согласиться, если бы не одно «но». Уже через некоторое время спецслужбы ДНР поняли, что это не кто-то баловался на магистрали, а Киев организовал самый настоящий теракт. Хорошо, хоть обошлось без жертв, но они в этом случае украинской элите были и не нужны. Главное – переключить внимание общественности с ситуацией вокруг СП-2 на агрессию России. Ведь по всей Украине народу вливают в уши, что это якобы Москва виновна в инциденте. На месте взрыва нашли оборудование, что лишний раз подтвердило факт намеренной террористической атаки. Эта провокация объясняется еще и тем, что Зеленский в результате не нашел расположение Байдена. Украинскому президенту сначала обещали встречу в середине июля, потом начались разговоры о конце месяца. А на днях новый посол США на Украине Джордж Кент и вовсе заявил, что она пройдет осенью. Киев вновь строит из себя жертву и пытается очернить репутацию России. Впрочем, абсолютно каждой стороне понятно, кто тут победитель.